Добрый вечер всем! Сегодня у нас совершенно замечательный человек Ирина Врубель-Голубкина, которая является... Ну, это очень долго рассказывать, я вам пытался дать ссылки, но вы и так поймёте, почему этот человек столь, так сказать, интересен. Далеко не только потому, что она жена знаменитого художника Михаила Гробмана, с которым они много-много лет живут, а сам Гробман тоже человек достаточно уникальный. Ну, о нём так или иначе будет идти речь, но ещё и потому, что она сделала огромную работу, создав вот этот самый значительный нынешний израильский литературный журнал и поддерживая его в течение много лет. А журнал очень элитарный, это такая сложная штука, она его поддерживает. То, чем эта встреча будет отличаться от других, Ирина попросила меня сделать следующее, чтобы у нас разговор был в режиме диалога, она не хочет делать одну большую речь, а хочет как-то отвечать на какие-то вопросы и так далее. Ну, и я не мог отказать, я немножко подготовился, и вот получается тогда, что сейчас вот мы это и начнём. Вот сейчас я показываю Ирина. Значит, ещё раз официально, Ирина, здравствуйте, огромное вам спасибо за согласие выступить у нас. И если вы хотите, ну, буквально пару слов сказать в качестве введения о себе, то да. Если нет, так у меня есть множество вопросов. Вот что вы скажете? Ну, я не знаю, что говорить о себе. Давайте в процессе беседы, и вы поймёте, что я... Да, хорошо. Значит, смотрите, у меня есть много фотографий, и я потом буду проходить по этим фотографиям, вам будет намного легче, я просто буду показывать. Но пока я... Вот в фотографиях отражаются более-менее две вещи. А. Ваша жизнь, и ваша жизнь с Михаилом, и Б. Это ваши встречи с удивительными разными людьми и так далее. И вот пока я к этому перешёл, может быть, вы вкратце расскажете о том, чего нет в фотографиях, а именно. Расскажите, пожалуйста, как создавался журнал «Зеркало», к чему он пришёл, как бы серединка вашей жизни. А самое начало будет потом, в другом разделе. Ну, «Зеркало» сначала мы издавали... Сначала, в 1975 году, Миша сделал две газеты для Ан, две рукописные газеты, где он выдавал свои дневники, стихи, стихи Хромова, Красавицкого, то есть тех людей, которые не печатались в России, значительных поэтов. Это такие две уникальные, три даже уникальные газеты. Это, первое, но это было такое, как бы камерное, это было доступно очень маленькому количеству людей. Потом не забывайте, что это всё до интернета, до вообще... Потом мы издавали газету «Знак времени». Мы начали её издавать в 1989 году. Это было начало свободной русской прессы. Эта газета, она была на абсолютно новом языке. В этой газете начали печататься и работать очень многие писатели, которые стали очень известны потом. Ну, я не говорю уже о Саше Гонштейне, о Яше Шаусе, даже Саше Бреннер у нас там участвовал. То есть большое количество. И когда она появлялась... Сейчас в России есть такой коллекционер, который хочет её внести в интернет. Там были написаны одни из главных статей своего времени совершенно. Там, например, была статья Громмана «Украина сегодня и завтра». То есть в этой статье было сказано всё, что потом случилось с Украиной. И в этой газете мы давали... То есть это было время, когда Россия была закрытой консервной банкой. И мы... И цель этой газеты, собственно говоря, здесь показать, как существует и как произошла современная литература и современное искусство. Что ей предшествовало. И всё это... Вот это сначала мы издавали примерно с 89-го года до 91-го года газету. Когда приехал... Это было приложение к газете «Наша страна». Когда приехал сюда Бовин, он выступил по радио и сказал, что русское население Израиля делится на две категории. Одни покупают нашу страну и выбрасывают знак времени, а другие покупают нашу страну и выбрасывают текст нашей страны. Потому что наша страна это была такая газета для людей, знаете. Весело встретили товарищи, трудящиеся в Израиле. День страшного суда, все не плачут. Примерно такая. А нам нас ругали, что на нашу газету нельзя читать незаконников в декторатах. Вот сначала это была газета «Знак времени», «Вековый имени», «Знаковый имени извили». Потом в 1991 году издавалась такая газета «Еженедельная», «Зеркало». Это был такой дайджест, где перепечатывали из других газет все эти статьи и все такое. Потом этот человек, который издавал ее, ушел из этого. И ко мне обратились делать эту газету. Это был еженедельный тонкий журнал, в котором тоже было напечатано много интересных вещей. То есть мы опять провизовали. А в 1986 году мы поняли, что в этой газете невозможно печатать больших текстов. То есть в этом журнале нельзя печатать. Это все-таки тонкий журнал со всякими политическими. И тогда мы сделали из этого толстый журнал, где начались уже печататься всякие серьезные тексты. Вы знаете, это очень интересно. Например, Саша Гольштейн. Он один из главных русских писателей. Саша приехал из глубокой провинции, из Баку. С абсолютным знанием культуры. Его первая книга «Расставание с нарциссом» явилась завершением целого периода русской литературы. И он приехал сюда. Он хотел поступить в университет. Его на счастье не взяли. Из этого он стал писателем. Этой книге «Расставание с нарциссом» было присвоено в России «Бутер» и «Анти-Бутер». Потом Саша. То есть все, что он писал, было напечатано сначала в зеркале. Это фантастический язык русской литературы. То есть Саша один из главных писателей русской литературы. Вы знаете, Саша умер очень молодым. Но есть все равно ссылки на него и все дальше. У нас печатался Алексей Смирнов. Алексей Смирнов – это очень интересная история. Вот его книга «Полное и окончательное безобразие». Он когда-то, Мавлеев сказал, Юра Мавлеев, что он начал писать под влиянием Смирнова. Когда мы издали эту книжку, он художник и писатель. Знаете, у нас есть даже предусловие этой книги. Оно очень интересное. И про него пишет Ира Гольштейн. «Алексей Глебович Смирнов был замечательным художником, прозаиком, недобитым и недобрым барином с бородой, немного похожим на переодетого батюшку Лешины. И час после книги, которую мы издали, его ведь нигде не печатали. Какой-то иезуитский журнал в Париже напечатал его статью. После этого журнал закрыли. После этой книги, которую мы издали, полное исключение и безобразие. То есть книга, тексты начинаются такие. Чуть-чуть не мог понять умом России. Ее помог Декустин. Знаете, кто такой Декустин, который приехал из Парижа в Россию, писал, ездил по России и все. И сам стиль Смирнова и все. И вот после того, как мы издали эту книгу, этот Смирнов вдруг невероятно. О нем сейчас все пишут, сейчас все печатают. То есть стал одним из самых известных русских писателей. Ну, я уже не говорю о Дальше Тейлине. Извините, а в каком году вы эту книгу издали? Потому что вы же его до этого долго печатали в зеркале. Он только у вас... Да, примерно, я даже не помню уже точно, в 2009 году. То есть после его смерти, уже после смерти. Да, сейчас есть целая группа людей, которые покупают картины Смирнова, которые печатают. То есть это действительно невероятный, невероятный, невероятный писатель. И потом в зеркале... Вы знаете, давайте я сначала расскажу не историю зеркала, а расскажу о последнем минуте зеркала. Окей. Ну, давайте немножечко, может, все-таки истории. Может быть, немножечко истории. У нас было очень много... Все, кто начинают в зеркале, все. Очень многие люди начинали в зеркале. Например, ну, Бренер, который начал в знаке времени. Винаку, который... Это фантастический писатель, который писал на смеси русского мата, ивритских ругательств, который... То есть стиль его совершенно невероятный. И один из самых интересных писателей. Потом мы напечатали в зеркале стихи Красавицкого, стихи забытых русских поэтов. Потом цель зеркала была показать новую русскую иллюстрацию, то есть и новое русское искусство, и что привело к этому новому русскому искусству, что было в прошлом, которое повлияло на русскую культуру. Вот это одна из главных целей зеркала. И вы знаете, все, кто начинал в зеркале, вот, например, Женя Штейнер, его тоже роман, «Письма из пространства». Он литератор и высоковед, он и судей должен был спитаться между Израилем и Россией. Америке, вот такой текст невероятный о таком... Он пишет вообще, специалист по... Работал в Пушкинском музее, специалист по японскому искусству. Давайте я вам расскажу неприличную историю. Звонит Женя Штейнер, Миша. Миша ему говорит, «Ты что-то для нас ничего давно не писал. Ну не верь то-то, пиши для людей». То есть тексты наши настолько сложные, все, что очень мало... То есть это определенный круг должен читать это. История Зеркала и все, что у нас, собственно говоря, напечатано. Потом Ира Прохорова печатается в НЛО. Все книги Гольштейна были вышли в НЛО. И, собственно, всех. Всех, всех, всех. Ну давайте... Собственно, я рассказала такой круг Зеркала, да? Теперь я хочу рассказать о новом номере. Я начну, знаете, с чего? Посмотрите, в чем я одета. Посмотрите. Да. Это платье, которое мне когда-то шил Эдик Лимонов. Да, да. Да. Вы знаете, кто такой Эдуард? Знаем, знаем. У меня один из вопросов был про Лимонова. И в этом последнем номере произошла очень интересная история. Ага. Мы напечатали письма Эдика Лимонова к Мише и Мише к Эдику Лимонову. Письма Эдика совершенно обалденные. Просто обалденные. Такие, значит. Он пишет книжи из Нью-Йорка. Помнишь, как мы у тебя на кухне в текстильщиках ели Микояновские котлетки? Да, вкусу жизни теперь не тот. Вот. И совершенно неожиданно. Сейчас на Каннском фестивале был фильм о Лимонове. И мы совершенно не… То есть у нас в зеркале напечатаны эти письма. Зеркало начинается всегда с новой поэзии. Эта поэзия уже совершенно новые молодые поэты. Это, может быть, там нет самых больших достижений, как у поэтов Серебряного века или у поэтов второго авангарда. Но это новое говоримое. Это уже люди, которые пишут в совершенно другом языке. Вот. Потом есть тут стихи. Стихи Миши Сухотина. Неправильные стихи. И стихи физиологии сада. Потом есть… Есть тут проза такого… Сейчас я вам скажу… Проза Маши Дурас, которая называется… Сейчас… Как же она у нас называется? Сейчас она… А! Сейчас… Чего-то я запутаюсь. Как-то она называется? «Дом под снос». То есть она представляет страну, как дом под снос. То, что происходит во всем мире и в стране. Потом есть тут… Странское древо. Дмитрий Евгеньевич. Фантастическая повесть, напечатанная фантастическим языком. То есть это вот последний номер. Предыдущий номер, знаете, еще очень интересный. Вот предыдущий номер. Тут есть интервью с Сашей Соколовым. Саша Соколов, который, ну, повлиял невероятно на русскую литературу. Он очень долго не писал. Потом он прочитал «Зеркало» и прислал через много лет нам свою прозу. И вот тут очень интересное интервью с Сашей Соколовым. Сейчас перевели Сашу Соколова, переводили в Америке очень много. «Школу для дорогов». Но переводили так. Текст Саши и половина книги снос. А у нас появился Тина Москович, человек, который родился в Донецке и приехал в 4 года. И он фантастический переводчик. Он перевел книгу Саши Соколова «Без одной сноски». Он перевел ее на иврит. Две антологии «Зеркало». Тут на обложке между картинами Ирии Кабакова, у которого была выставка в Толливудском музее в это время. Так что, про что я говорила? О последнем номере «Зеркало», да. О последнем номере «Зеркало» и про Сашу Соколова. Потом в этом номере есть дневники Миши Гробовны. Как он везет в дневнике. Вы знаете, сейчас с прозой очень тяжело. Сейчас с прозой очень трудно читать. А вот дневники и письма – это самое интересное, что есть на свете сейчас. И вот дневники, как он приезжает, как устраивается выставка – это реальная жизнь. Знаете, что Борхес сказал? Что жизнь гораздо важнее к литературе, потому что литература стремится к правде, а жизнь – никогда. Это сказал Борхес. А вот сейчас с нами происходит очень интересная вещь. Мы делаем книгу писем. Миши писали. Набоков, Мамлеев, Лимонов, Стенберг. То есть невероятное количество писем. И письма – это письма для интернета. Письма – они рисуют картину мира. И вот мы делаем сейчас книгу писем. Это тоже будет издаваться в НЛО. Вот. И письма совершенно невероятные. Совершенно. Есть там очень смешные письма. Мои письма, например. Миша ко мне пишет или мои письма. Хотите, я прочитаю одно письмо свое Миши? Да, конечно. Миша был в Таджикистане. В медицинской экспедиции. И я писала ему письма. И он мне писал тоже письма. И вообще всем он писал письма. И я работала в Мосгорсправке в Москве. Знаете, что такое Мосгорсправка? Догадываемся. Это писа – это такая будка посередине Москвы. Тепло, симпатично. Телефон. И вот я сидела в этой будке. Причем так. Это утром надо было приходить, звонить и отмечаться. Я уехала на три дня в Ленинград и звонила из Ленинграда, отмечалась, что я работаю. А потом по десять копеек клала, как будто у меня люди. Так вот, письмо. Мишенька. Вчера у меня был день посещения. Утром позвонила Эдик Полочкин, один из важных художников русского авангарда, что ко мне заедет Володя Пятницкий. Это тоже Володя Пятницкий. Я говорю, просто люди. Я говорю, какие люди. Потом позвонил Катрилёв и Алик Гинсбург. Алик Гинсбург представал журнал «Синтексис». Потом его посадили. Позвонил Алик Гинсбург. И Мэдик сказал, что у меня Володя. Они передавали себе придет и пришли. Потом он приехал в Пятницкий. Он звонился с Андониевского монастыря и ушел в ногу. Теперь он ходит с палочкой и здорово хромает. Но это скоро пройдет, и тебе не придется увидеть хромого Пятницкого. А сейчас ко мне подошел человек и спрашивает улицы Пятницкого. Володя приехал ко мне из института. Он сдавал английский и получил пять. От него пахло водкой. Как его не выгнали с экзамена? Посидел у меня Володя часик. Написал мне перерыв на обед. Потом он позвонил Эдик, и они встретились. Только Володя ушел. Эдик Штенберг. Эдик Штенберг тоже один из главных русских художников. Он ходил по издательству, стал работу. В одном месте ему дали сделать открытку. От меня он поехал в Московский союз художников. С Валькой Бородой. Валька Вравлев, который тоже один из главных наших авторов. Просить денег. Они ни на что не надеются, но на всякий случай поехали. Вдруг дадут. Он тебе собирался письмо и рассказать обо всём. Учишь, и до пятницы, и все время ходят, ходят и придумывают тебе письмо. Вчера они придумали способ вызвать тебя в Москву. Написать, что я родила ребёнка, и в тот же вечер будет в Москве. Как только ушел Эдик, позвонил Вадим, и о них Вадим Стойлер, главный русский музыкант. Ну и так далее. Вот такие письма. Представляете? Письма, которые описывают жизнь. Это мои письма. И есть Мишины письма, например, Набоков. Миша позвонил Набокову и написал ему письмо. И Набоков ответил его. И он Набоков пишет, какие Мишины стихи ему нравятся. И Миша послал ему картинки свои тоже в письме, репродукции. Ну как вы думаете, какая Набокову понравилась картинка Мишины? Бабочка. Это ведь Набоков был специалист по бабочкам. Вот эта книга письма, она будет действительно фантастическая. Это настолько интересно читать. Ее сейчас набирают и нужно к ней сделать комментарии. Вот такая скоро должна выйти книга. Это здорово. Я с удовольствием ее получил и прочитал. Я уверен. Ну да, это особая тема, поскольку Михаил Гробман всю жизнь писал дневники. Его дневники многократно в разном виде издавались. И это один из моих вопросов был. Хорошо. Спасибо большое. Давайте тогда, с вашего позволения, я сделаю скринше. И я вот начну показывать картинки, а вы будете каким-то образом отвечать на вопросы. Значит так, сейчас, секунду. Да. Ну вот, вот у меня первый вопрос. Это вот вы, Ирина Израильевна Гробман. Да. Самая лучшая, которая мне удалось найти фотографию 67-го года. По-моему, она классная. Как? И сделана очень хорошо. Да. Это она Ковтун, 67-го года, да. Да, да, да. Очень многие фотографировали нас. Ну, естественно, но да. Но это как бы дает представление о тех далеких годах до вашего отъезда. Значит, хорошо, это ясно. Уехали вы в 71-м году. Да. Чего я не знаю, просто я не мог найти и не проверил. У вас уже были дети тогда или нет? Яше было 4 года, а Златке 3 месяца. Вот. Прекрасная фотография, где вы... Да. К сожалению, тут дети видите как-то обрезанные лица. Кто здесь кто? Вот слева это Яша. Златка подведение. Вот это племянница моя вот справа. Аська. Вот это? Да. Ага. Да. А это кто? Где? Слева Миша. Это кто? Нет, это Миша, я понимаю. А вот это... Это Яша. Это Яша. А вот это девочка или девочка? Это Златка. Златка. Да, это ваша дочь, по которой я фотографии не сделал. Она... У нее, по-моему, какая-то интересная карьера. Я не очень понял. Она продюсер в Голливуде. Она сделала Кирис Данира с Альпачином, с Ашвельдом. Сейчас она сделала Рэмбо Хамеш. Да. Потому что я видел ее фотографии вот с какими-то знаменитостями, с Ван Дамом там. Ну вот, она просто приехала. Вы знаете, на Ютубе можно посмотреть интервью с ней по-русски. Это очень смешно. Конечно, они приехали. Мы с ними говорили только по-русски, естественно. Потому что родители должны говорить со своими детьми на языке культуры своей. Но язык родной, конечно, их иврит. Вы знаете, это очень смешная история. Я, когда Златка училась в школе, ее учили на иврите, я ее стала читать, учить читать по-русски, по-русскому буквально. Ведь логика обучения чтения одна и та же. Мы дошли по-русскому буквально. Мы дошли до фотографии Ленина. Я спрашиваю, Златочка, кто это? Она говорит, Харим Нахман Пьялик. Вот так вот. Хорошо. А Яша, он в армии был ночиком. Вот. А потом он декан архитектуры техниона. А, ну классно. То есть, окей. Да. Так у вас, вот у вас двое, да, детей? Яша и Зла. Ага. Да. Понятно. Хорошо. Ну, ваша жизнь в Советском Союзе... Вот смотрите, вы уехали в 1971 году. К этому времени авангард и прочее очень развелись, но совершенно нет возможности обо всем говорить. Но эти лица тех лет, они потом всплывают на фотографиях более поздних, так что мы к ним вернемся чуть позднее. Вот теперь вот эту мне картинку хотелось, чтобы вы по комментируете. Она оказалась очень смешной. Это... Это один из... Да, да, да. Ну вот, я думаю... Ну, это такие концептуальные, нишенные работы. Да, да, да. Значит, память о Михаиле Грома будет жить вечно в сердцах советских людей. Это 1981 год. Дом-музей... Это уже... Это уже... Это уже... Да. Мой вопрос. Да. Вопрос. Ну и как? Вроде живет вечно, да? Он, похоже... Может, немного он раньше времени про это сказал, но судя по тому, что мы позднее увидим, выставки там, награду оцеретели и так далее, похоже, что память будет, да? В сердцах советских людей. Дело не в самом соединении, а в концептуальности этой работы. Да, хорошо. Хорошо. Это такая... Давайте я расскажу, как мы приехали. Расскажете, да. Мы приехали в Израиль в 71-м году. Мы в Москве, к нам приезжали корреспонденты, всякие... Сэр Джон Лоренс, редакторы. Мишу печатали. У Миши было очень много выставок за границей. О нем написал Джон Берджер, Сэнди Таймс Мэгазин. И он так не очень был, конечно, там. То есть они были рады от нас отделаться. Вот. И мы, значит, когда мы уезжали, у нас был приятель такой, Пьер Троттье. Он был министр канадского посольства. А у нас дом, конечно, был разгромлен совершенно. И он предложил устроить прощальный вечер в своем доме. Ивлеи уезжают в Израиль, а в канадском посольстве устраивается ему вечер. Вот. А мы к сионистскому движению не имели никакого отношения. То есть у нас были какие-то друзья. Мы передавали кроме потекущих событий. И когда мы приехали, нас в Израиль просто приняли совершенно. Не могли понять, кто мы такие. После этого вечера в канадском посольстве. И мы приехали, и нас поселили в главный ульпан. То есть в центр абсорбции, где были калик. Все. Все. Через МИИ. Они на нас смотрели и не могли понять, кто мы такие. То есть мы не участники всех. Через месяц после того, как мы приехали, у Миши была выставка в главном музее Израиля, в Тель-Авивском музее. Он пришел туда к Хайему Гамсу, который был директор музея. Вот. Ему рассказывали, что он директор музея. И у Хайему Гамсу на столе лежал итальянский журнал, где на обложке была Мишина картина. И через месяц после приезда у Миши была выставка в главном музее Израиля. Так началась наша жизнь. И к нам пришли все. Вы знаете, что израильское искусство сделали русские. То есть люди, которые приехали из России, из местечек. То есть из Парижа, например, из Залицки, из Киева, который учился вместе с Киевом. И они увидели Мишу. И они думали, что он мальчик из ГЭС-класса. А мы оказались немножко совершенно другими людьми. Они... Как бы искусство израильское начиналось с русского искусства. А потом оно пошло уже под влиянием Америки. Стало как бы так всемирное. И они все думали, что по Москве вообще бродят медведи. И вы знаете, сейчас произошла очень интересная история. Я сейчас вам покажу. Смотрите на эту книгу. Видите ее? Нет. Нет. Сейчас, сейчас. Но тут на иврите надпись. Я не могу разобрать. Да. Эта книга называется «Москва и Рушалайм». Окей. «Москва и Рушалайм». Это такой критик художественный. Гедон и Фраг написал книгу «Москва и Рушалайм» о влиянии русского искусства на израильское искусство. Это настолько интересно. То есть о первых художниках, которые приехали играть в Россию, в общем, довольно место пустое. Понимаете? Которые еще и начали здесь создавать искусство. И Зарицкий, Стемацкий, Рувен и все. Это вот первые художники. И как они влияли на израильское искусство. А потом очень интересно, когда уже началось. Они не понимали сначала, кто такой Малевич, кто такой. Была выставка в Канте-музее в Америке. И Миша написал для этой... Ему предложили написать статью для этого каталога музея. И это... Миша написал статью о Малевиче. Мистическое... Как она называлась? Я уже забыла. Мистическое все это. Мистике Айвиху. О Малевиче. В газете израильский художественный критик сказал, Миша берет неизвестного кого-то никому не нужного художника и делает из него чертежного. Понимаете, какое здесь было пространство? Это трудно вопросить. Потом приехало большое... Потом приехало сюда в 90-е... Ну, когда мы приехали сюда, с нами приехало большое количество людей. Примерно 170 тысяч человек. Но это были все инженерно-технические работники. Они еще не читали ни Мандельштама. Они не увидели еще современного искусства. И когда они увидели израильское искусство, они сказали концептуализм израильский. Они сказали, эти не умеют рисовать. А израильтяне увидели русский. Говорят, что это позапрошлый век. И те и другие к еврейскому искусству относились как к киньшу. Вот эта книга, она меняет всю ситуацию. Она показывает и тех художников, которые приехали туда, и художников новых. Там много и о Миши, и о целом ряде художников, которые приехали туда. Наверное, там художников 200. Это очень интересно. Вот сейчас такие ситуации. Такое признание русского присутствия в Израиле происходит. Да, понятно. Хорошо. Ну, вот теперь пошла целая серия фотографий вот с вашего замечательного сайта. Ну, и так, если вкратце прокомментируйте. Вот тут, так сказать, они не в хронологическом порядке. Как-то мне сложно было упорядочить. И, в общем, up to you. Ну, вот интересных два человека. Юрий Лейдерман и Алексей Хвостенко. Леша Хвостенко. Да. Он приехал с нам и у нас. Он жил семь месяцев. Вау. Да. Вы знаете, это удивительный человек. Он не мешал совершенно. Представляете, в доме живет человек и не мешает. И мы ему строили первые концерты в Израиле. Вот. И на него начали ходить люди. Собственно говоря, как певец он начался здесь. У него были с Андреем Лаконским замечательные концерты. Вот. Подождите, это было разве до его парижского периода? Он приехал из Парижа, да. Ну, да, да. Он приехал из Парижа. Да. Да, да. Жил у нас, да. Вот. Окей. То есть, он прямо жил у вас очень долго. Понятно, да. Мы же приехали, мы 12 лет жили в Ирсалиме. А потом переехали в Тель-Авив. Хорошо. Понятно, да. А вот это как раз то, о чем вы частично уже говорили. Вот этот снимок для меня интересный очень. Это... Ну, вы знаете, тут есть Гриша Козовский, который большой специалист по еврейскому искусству. Он открыл украинский авангард. Юля Кантов-Козовская, которая, она искусствовед, она в Ирсалимском университете, она написала потрясающую книгу о Миши, которая издана в главном издательстве мира «Бри». Вот. Так. И книгу тоже в НЛО. И она самый важный специалист по прежнему русскому искусству. Ну, и Гриша. Вот. А это Лешка Смирнов. Вот видите, это наш вечер в Москве, ну, в каком-то круге. Вот. Вот на тему Смирнова. Текст Смирнова было то, что меня больше всего, вообще говоря, наверное, поразило в зеркале в свое время. И я, по-моему, всех их прочитал. А вот эта цитата из Ирины Гольштейн по поводу уже когда скончался. А кто это Ирина? Это вдова Александра? Да, это вдова Саши Гольштейн. Дова Саши Гольштейн. Ну, вот те, кто успевает, я не буду зачитывать ей тексты, те, кто успеет прочитать, может успеть. Но я хочу сказать всем, кто не знает, что Смирнов, Раух Смирнов, это, конечно, абсолютно уникальное явление. А вот как вам, Ирина, нравится вот эта работа слева, эта работа Смирнова? Ну, Леша, вы знаете, это очень интересная история. Смирнов, Миша говорит, Леша, слушай, Смирнов миллион, возьми себе вторую фамилию. У него был какой-то предок фон Рауф. Леша взял себе Смирнов фон Рауф. Вы знаете, что он про правнук Смирновой Рассетти? Пушкинской. Леша Смирнов. Повторите, пожалуйста, что вы сказали про Пушкин? Про правнук Смирновой Рассетти. А, понял, понял. Той самой, да, Смирновой Рассетти. А вот это я не помнил, да. Не, ну, у него, да, у него очень серьезное родословное, это верно, да. Но вот я хочу сказать, вот, по-моему, очень характерное для Смирнов... Он же бросил живопись потом, но как раз... Никогда. В 74-м он прекратил заниматься живописью? Да, ну, потом продолжил все. Он начал... Только мы его печатали, его никто больше не печатал. Я знаю, ну так вот он тексты писал, но живопись он... Нет, 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 он рисовал до конца. Он рисовал, он росписи в церквях делал, вот эти вещи. Да, ну, нет, и рисовал. Вы знаете, у Миши же есть очень большая, большая очень коллекция. Работ Смирнова? И он и очень много работ Леши и Миши. Вы имеете в виду работ после 70-го года? Кого? Более поздних, Ирина, более поздних? Нет, вот смотрите, вот, например, такая авангард революция, авангард. Да. Вот эта выставка, которая была в Телевизском музее из Мишина в собрании, которая начинается с русских народных миниатюр. Потом здесь есть работы у Миши, работы Айтмана, Малевича, Ротченко, Экстер. То есть первый Миша, мальчик из инженерной семьи, сам начал собирать эти работы. Работы Бурлюка и все. То есть у Миши Гончарова и Ларионова. Сейчас очень забавно. В Телевизском музее сейчас выставка работы на бумаге из коллекции музея. И там есть стенка. На стенке висит картина Ларионова, картина Гончарова и картина Миши. Вот, так что вот это Мишину собрание с Даневич и все. Это первый авангард. Термин второго авангарда это Мишин термин. Да, да. Я писал большую статью, где он привел список из 36 фамилий. 37. Кандинского есть у него. Кандинского работа. Это первый авангард. Вот, и второй авангард. Бахчинян, Грусиловский, Кабаков. Ну да, да. Их большой список. Но многие ориентируются на этот список. Бейсберга. 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 Шикарная работа. Бейсберга. Зверева, Инкелевского. То есть у Миши очень-очень Яковлева. Тот, кто не видел Мишину Яковлева, он не знает, что такое Яковлева. Цирков. Вот я смотрю каталог, это Кабаков. Давайте я воспользуюсь. Подождите. А вот эта коллекция, она вот не издана, да? Вот фотографии этих работ. Было очень много выставок из этой коллекции. И есть каталоги этой коллекции. Да, ну хорошо. Я не знаю, я бы с удовольствием получил информацию о каталогах. Я этого не видел. Да. Да, потому что... Окей, хорошо. Так, минуточку. И у Миши была не так давно... Нет, уже довольно давно большая выставка в Москве. Ну, это я знаю. Но это выставка его собственных работ. Да, 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 да. Это другое дело. Что вы скажете о Некрасове, вот, в двух словах? Ну, у нас тело замечательное. У Миши есть тетрадь и автографы. К нам приходили люди и приходили и писали автографы. Например, есть там Бахт, Рабина. Ну, всех текстов. И, конечно, Сева Некрасова, который был наш ближайший друг. И там есть стихотворение, посвященное Мише Гробману и Ире Врубле Голубкине. Стихотворение такое. У Айди две ноги. Ну, вот. Повторите еще раз? Что? Стихотворение повторите еще раз, пожалуйста. У Айди две ноги. Ага, понятно, да. В духе Некрасова. Минимализм. Да, да. Есть там Сабгира, конечно, конечно, стихи и все такое. И мы были первые, которые за границей опубликовали эти стихи и делали выставку этих художников. Письма Сева у нас замечательные, которые будут в этой книге. Да. Сева был близкий друг. Близкий друг. Он даже... Я была маленькая еще, но я была намного младше всех. И он учился в 170-й школе. Он жил около меня и в 170-й школе. Ввиду облаков, то есть школу дураков. Самая проклятая, 170-я. Я родилась на Столешникове. Я жила в Москве на Столешникове. Вот. Столешников 6, квартира 30. В доме 17-го века. Потолок 6,5 метров. Да, да. И Сева я знала с детства. Но потом с Мишей уже тоже было, конечно. Он наш близкий друг. Да. Вы жили в хорошем месте в хорошее время, когда все это было. А вот это, если прокомментировать... Вот, например, Гольштейн здесь. То есть... Да, Саша Гольштейн, да. И Леша, скажем. Хвостенко. То есть... Ледерман. Леша у нас много написал песен, когда он жил. Вот. Замечательно. Вы любите его песни? Что вы сказали? Любите песни Хвоста. Я как-то не очень это все понимаю. Для меня это немного другой жанр. Я... Поэтому... Вот, понимаете... Это же процесс такой интерактивный. Я вот сейчас, когда посмотрел на все это, я подумал, что мне надо... Я не смог большую книжку достать Хвостенко. Просто не смог. Как-то она сразу разошлась. Мне сейчас надо посмотреть повнимательнее, что он, собственно, сделал. Поэтому... А вот Гольштейна я читал. Гольштейн мне понравился. И... Но, я думаю, вы знаете его куда больше. Это, похоже, крупный очень писатель. Действительно. Да, конечно. И сейчас... Да, да. Я читал вот именно эту вещь его первую о Нарциссе. Да. Но там еще были вещи. Да. Ну, конечно. То есть, вообще-то, да. Такое ощущение, что вот ваша семья и журнал это какой-то центр того, что есть в русскоязычной культуре Израиля. Все основные люди, конечно, через... И только... Вы знаете, не только Израиль. На самом деле у нас... Знаете, сейчас мир открыт. И сейчас у нас печатаются совершенно люди, совершенно из разных мест. И все. Нам присылают немыслимое количество текстов. Конечно, из самотека очень мало мы выбираем. Ну, в общем, это журнал международный. Он уже... Он, конечно, израильский. Но он и международный. Да. И вы... Ну, и потом всего два раза в год. То есть, это на самом деле мало получается. Ну, знаете, ну, это толстый журнал. Это тексты, это большие тексты. Это достаточно. Да, я понимаю. Но я имею в виду, в него трудно попасть. Вот я к чему. Почему? Почему? Ну, потому... Есть сайт зеркала. Есть сайт зеркала. Зеркало-литатков. Нет, нет. Я имею в виду, трудно, чтобы напечатали. Там у вас... Мне не трудно, чтобы напечатали. На самом деле, это должен быть определенный уровень. Вот, вот. Ну, это я имею в виду. Окей. Я имею в виду. Я понимаю, да. Хорошо. Ну, вот, кстати, ваша дочка очень симпатичная. И... Да. Да, Вася Ась Ксёдов к нам пришел. Он прочитал зеркало. Ему страшно понравилось. Он приехал в Израиль и пришел к нам. Да. Да. Насколько плотные у вас были отношения с Аксёновым и так далее? Ну, он приехал, и у нас он был... Это самое... Кучу времени присидели вместе. Пили все. Это самое... Володя Соротин тоже. Потом, вы знаете, мы... Мы сделали способствовать тому, что первые книги, Сорокины перевели на иврите. И знаете, на иврите вышло две антологии зеркала. Вот. Да, 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 я знаю. Да. В главных издательствах. В Кибуца Мюкат и Амабет. И на одну... На одну... На первую... В главной газете Израиля в Альсе было семь лицензий. Семь лицензий. Ага. Вот. Одна лицензий была потрясающая. Такой Цхак Лаор. Такой поэт. Такой человек. Он пишет, что они пишут всякие глупости в то время, когда у, значит, репатриантов в Баждоде нет денег на колбасу. Его очень лёгко раздражал. И описывает, что такое по Советски Союзу, что мы пишем всякие такие вещи. А в конце он пишет. Но с точки зрения литературы это идеально. Это абсолютно. Я его встречаю и говорю, что ты от нас хочешь вообще? Колбасы или всё такое. Вот. Потом... О чём я говорила? Да, с Васей Аксёновым тоже написал. Да. Хорошо. Да кто у нас не был? У нас все были. Вот. У меня есть книжка. Знаете, одна из важных вещей в зеркале. Это мои интерапты. Ну, это Кулик. Кулик. Саша Кулик. Знаете, Саша? Вот, вот. Я хотел спросить. Кулик какой-то странный парень. Значит, ну, он прославился своими этими перформансами, когда он там с собакой бегал и кусал народ. Вот. Но меня удивили его последние работы. Он чрезвычайно смелый, очень антивоенный. Он вообще ещё не заарестован? Как? Он же в России, как я понимаю. Что вы... Мне кажется, нет. Я вообще... Я, на самом деле, даже с ним не встречалась. Это Миша где-то с ним встречался. А, вы с ним не знакомы. Понятно. Он, как я понимаю, из России не уехал. Хотя... Я не знаю. Я не могу ничего про Кулика сказать. Окей. Окей. Он продолжает работать, делает странные. Конечно. Интересно. Конечно. Да. Хорошо. А вот это прокомментируйте. Вот тут целый парад, так сказать. Это... Очень смешно. Это... Да. Это Миша. Знаете... Знаете, что интересно? Что на этой выставке... Там были работы, которые, это самое... Которые вообще нельзя выставлять. Там вот это самое... Ну, такие очень агрессивные. Очень... Ну, Миша не работает. Зураб сказал, что ты выставляешь всё. То есть, не было никакой цензуры. Это просто было потрясающе. Вообще, Зураб себя вёл просто замечательно. Когда... А кто это за медаль? Какую медаль ему повесил Церетели? Ну, там... Член Академии. Миша там... А как эта Академия называется? Да я забыла. Какая-то их Академия. Какая-то... Это такая вот Церетелевская Академия или какая-то вот... Я уже не соображаю. Или там Академия Художеств... Ну, в России там. Я не знаю чего. Это... Я долго не знаю. Ну, внизу вот в нашей квартире, я думаю, там висит эта самая... Такая... Академия. То есть... Вы знаете, это было очень смешно. Ну, на открытии этой выступы там было куча людей. Да? И Мишу попросили выступить. Да? Миша сказал, что выступать я не буду, а он спел песни. Сейчас я вам дам послушать эту песню, которую Миша спел. Песню, песню на своей стихи. Сейчас, минуточку. Да. Вот. 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 Светлый. В Иванском походе в холодных снегах Боевали с арабской силой И на самых смертельно опасных местах Появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, Поражая отвагой своею. Уподобился он на Ливанской войне Человеку-герою-еврею. Когда проходили мы речь Британь, Когда мы ее переплывали, Убегала от нас мусульманская срань, А мы их пополам разрубали. И товарищ Чапаев одной рукой Призывая на брани и взгоды, Он другою рукой над своей головой Полковые держал две колоды. Мы взяли заебанный богом берут, Где в мечетях мулы забывают, Но мы знали, в Америке нас обосрут, И в Европе говном закидают. Когда повернули мы наших коней, Злые слезы в глазах закипали, И товарищ Чапаев, герой еврей, Нас просил, чтоб мы не горевали. Сам наш товарищ Чапаев не мог Пережить, что случилось осечка, И когда мы пришли на родимый порог, Он сгорел и растаял, как свечка. Последи дороги есть старый погост, Где лежат все отцы сионизма, Там схоронен Чапаев, Спокоен и прост, Жертва мнения капитализма. Ежегодно почетный салют, Из почетных и толстых орудий Про Василия Ивановича песни поют На еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ Свою древнюю родину строя, Не забудет Чапаева славный поход И геройскую гибель героя. Не забудет Чапаева славный поход И геройскую гибель героя. Вот такой. Замечательно. Вы знаете, Это сам Йосик Бакштейн, Который был... Эта выставка была В рамках аргеналия московского. И Йосик Бакштейн возмутился страшно, Что Миша это был. Песня это был День дружбы с арабскими странами. А Чапаев сказал, Песня, говорит, замечательная. Дайте мне это стихотворение. То есть, так он себя любит. Вообще, искусство Гробмана, Оно, конечно, абсолютно не политкорректно. Абсолютно. Оно не было никогда таковым В Советском Союзе. И уж точно... У него? Таких же было. Он никогда ничего не стеснялся. И иногда это невероятно смешно и сильно. Иногда зашкаливает, Ну, надо себя как бы успокаивать. Ну, да. Да, так что это мне понятно. Ну, то есть, получается, да. То есть, я... Почему вот эту фотографию... Понимаете, есть тут какой-то парадокс. То есть, такой нонконформист, авангардист Адалий Гробман вдруг получает медаль из рук такого, ну, совершенно прославленного конформиста Церетеля, который там супер-дупер прислужник власти и все такое. И вот это как-то... Ну, это нормально, да? Да, вот на вас все не... Вы знаете, Церетели грузины. А грузины не могут быть точными прислужниками власти. Он делает то, что хочет. Ну, Церетели... Церетели известны, чем все эти годы занимался. Ну, хорошо, понял, да, понял. А, это было, секунду. Вот. А, ну это такой, более знакомые лица. Ну, тут особо комментировать нечего. Я просто... Это тоже злато, да? Да. Но и комар, и меламид у нас выступали. И я так понимаю, вы как поддерживали, так и поддерживаете отношения... Ну, конечно, совсем. Да, да, да. Уже мало осталось. Очень интересную я читал. Значит, буквально в одном из последних номеров Зеркала был текст Гробмана «Америка, Америка», и там были воспоминания 84-го... По сути, это письма к вам. Такой набор писем. Да, да, да. Твоей откровенной манере. Мне понравилось, как он там писал о том, что все тут присмыкаются и завидуют комру и меламиду. Что они там, так сказать, на поверхность сильно выбрались к тому времени. Ну, он говорит о художниках. Ну, это, к слову, так вспомнилось. Ну, хорошо. Этот мы опустим. А, вот, еще вот есть у нас Григорий Перкель такой. Вот тоже. Он у нас тоже выступал. Вот этот хороший снимок, где они двое. И Григорий по ряду причин, по-моему, отсутствует сегодня. Он просил меня задать пару вопросов. Можно я сейчас воспользуюсь? Значит, он попросил меня спросить вас. Вот чтобы вы немного рассказали о том, кто еще? Вот есть Гробман в израильском, так сказать. Кто еще из выходцев из России как бы вот серьезно светится на израильском горизонте искусства? Вот примерно такой вопрос. Ну, я знаю Черкасскую, допустим. Кто еще его назовет? Ну, это новая ситуация. Знаете, в основном в израильское искусство вошли уже следующее поколение. Да. Приехал. Ну, есть Ян Райфарджер, ученик Вейсберга. Кто еще есть? Вот в этой книге, которую я показывала, там все это есть. Описаны все художники. И знаете, есть русская жизнь, литературные художественные, которые созрачно вместе не соединяются и все такое. Ну, есть в музеях вот вся эта компания барбизонцы, которые там вернулись. Да. Вы знаете, они когда-то сделали выставку Гробман-Гробман. Они взяли Мишины картины и нарисовали флоресцентом и повесили их все. Вот. Ну, трудно, мне так трудно сказать. Были какие-то выставки, ну, в общем. Ясно. Это тоже приходит. А вот историю, вот вы в курсе, что там произошло с израильским павильоном на Венецианском бенеале совсем недавно, когда павильон так и не открылся? Или вы не следили за этим? Не-не, но они его не открыли. Они его не открыли. Сами не открыли. Да, да, да. То есть это... Вы с этой... Я забыл фамилию вот этой художницы, которая должна была быть, кстати, испытная. Вы не знакомы с ней, да? Нет. Нет, не картины. Окей. Еще его один вопрос был вот о чем. О ком, вернее. Вот об этом всем известном человеке, который Илья Кабаков. Значит, вопрос... А Илюша. Да, Илюша. Да. Там должна была быть в Израиле большая выставка Кабакова к 90-летию. Она была или нет? Была, была. Вот видите, вот в зеркале на обложке это лучшие, которые работают как раз из музея. Ага, окей. Это как раз вот... Ну да, это же как раз инсталляция Кабакова вроде бы и есть на обложке, да. Да, да, да. То есть там несуществующие работы, что-то такое. Да, да. То есть выставка была и есть каталог, да, есть каталог. Да, 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 конечно, конечно. А, окей, спасибо. Это я тоже хотел узнать. Да, понятно, понятно. А это Мишина вместе с Кабаковым выставка. Ну я вижу, да, конечно, я понимаю, что это... Да, понятно, понятно, да. Вот еще тут... Вот это свежее сравнительно 22-й год. Вот Гробман выступает вот на слове «нова». Вот вы с Михаилом Гельманом. Гельман тоже в клубе у нас выступал. Что вы скажете вообще? То есть вы были на этом вот слово «нова». Правильно я понимаю? Ну да, это мило, забавно. Он здесь сейчас несколько раз устраивал это слово «нова». Я там делала вечер такой, беженцы называется. Люди, которые приехали в Израиль после войны. Молодые-молодые поэты. Вот. И я там делала такой вечер. Позвала новых приехавших поэтов. Еще раз, поэтов каких? Которые приехали, убежали из России после начала войны. А, сбежали в Израиль. Да, 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 понятно. Да, да, да. Я вот делала такой вечер. Да. Вообще понравился вам вот этот форум свободной культуры? Он же повторяется. Вот он уже второй или третий раз, по-моему, проходит недавно. Ну, сначала это было очень интересно. Да. Люди приезжают, люди знакомишься, разговариваешь. Миша Шишкин, да. Сорокин был. Кто еще? Очень знакомый. Да, Сорокин один раз тоже был, да. Понятно. А вот теперь, вот вы упоминали, вот насчет Лимонова. Вот скажите такую вещь. Я из писем вот этих, я прочитал вот эти письма. Это старые еще письма с периода Эдички там, это где-то конец 50-х годов, вот то, что опубликовано в последнем журнале. А потом вот 2005 год, а вот еще тут фотография 2009 год. Мой вопрос такой. Вот не изменилось ваше отношение к Лимону, вашей или Гробману, после того, как он стал заниматься своими вот этими фокусами там, войной, националистом? Эдик человек нестандартный, он против такой, всегда выходит из такого правильной жизни. Он сделал очень много вещей странных и необязательных, но он замечательный поэт и замечательный писатель. И наш близкий друг, он сидел, он приехал из Харькова в Москву, и мы его познакомили со всеми. Он жил у нас, то есть человек имеет право нестандартные поступки. Ну, то есть ваше отношение к нему, по сути, не изменилось, несмотря ни на... Мы вообще в эти игры не играли, не следили за ним, что он там наделал. Он приезжал, да. Ну, вот тут есть Валя Хромов, и у нас это Хромов, Красавицкий, Чертков, это главный поэт, и у нас есть в зеркале воспоминания Вальки о той жизни. Страшно интересные тексты, просто очень интересные. Вот я, к сожалению, плохо знаком и с Хромовым, и с Красавицким, я понял. Это одна из тем, которые я бы хотел, пожалуй, почитать дополнительно. Вот у нас письма как раз Красавицкого, шикарные. А у вас издано... Красавицкий издан в зеркале, его можно там найти? Да, конечно, нет, он нам прислал, он же перестал причататься. Знаете, я возьму сигарету, ладно? А, да ради Бога, конечно, конечно. Ну, это я уже. Ого, как понятно. И он перестал печатать, писать стихи в 60-е годы, после всего федерра, который он написал. А потом он начал писать опять стихи и прислал к нам. Он начал печатать свои новые стихи в зеркале. Ага. Да. Хорошо. Ну хорошо, вот картинки почти закончились, но зато есть какие-то вот такие текстуальные вещи, которые интересно было прокомментировать. Слушайте, объем работ и ваш, и Гробман абсолютно гигантский. Нет возможности все это, конечно, за краткий вечер охватить, поэтому какие-то вещи. Вот смотрите, цитата из Гробмана, свежая совсем. Ведь очевидно, что именно второй русский авангард является единственной подлинной культурой того времени. что только он уцелеет для потомков. Однако народу он по-прежнему совершенно неизвестен и не нужен. Но вы что, вы тоже так думаете, что только второй русский авангард и... Конечно, он изменил все русское искусство. И сделал очень-очень важные вещи. Потом уже появился Комар и Меламид и все такое. Но это очень важное. И главное, что не работает здесь. А Меламидов вы разве не включаете во второй русский авангард? Гробман вроде бы включил в общий список. Кого? Комар и Меламидов вы разве не включаете? Нет, в этом списке первые художники. Конечно, они, конечно, включаются. Но в этом списке это начало только. Это художники первого потока. А потом уже было появилось... Ну да, был первый поток, был второй поток. Ну, то есть, вот эта точка зрения, а вам она близка. И, опс, сори. Окей. Потом вот был такой манифест, называется, 11-го года. Вот, значит, Гробман сильно не любит политкорректность. Это нам все понятно. А вот, современное нам искусство является только слабым отражением амебного существования европейского общества, которое сдает свои жизненные позиции неандертальцам третьего мира. А кого он имеет в виду? Кто такие неандертальцы третьего мира? Ну, как бы несовременным художникам. Что-что? Несовременным художникам. Разве это все дает... Должны быть новые художники, новые идеи, новые все. Миша организовывает здесь группу Левиатан. Так он же здесь говорит не об искусстве, а о европейском обществе в целом, которое сдается и так далее. Общество сдает позиции, а не живые. Ну, конечно, конечно, общество. Да кого он сюда... Это является частью общества, конечно. Ну да, так... Ну окей, неандертальцы третьего мира, он весь третий мир имеет в виду, или кого-то специфический, или непонятно. Это самое. То есть с реализмом, всякое такое... Ну, хорошо. Вы в своем интервью в одном сказали, что сразу же после вот этого манифеста вы напечатали статью Кантер Казовской, вот этой Лёли. Да. Вот фрагменты из нее. Вот мне понравилась вот эта ее мысль. Вот прокомментируйте, пожалуйста, про конфликт между... Расставаясь с эстетикой, мы выиграем свободу. Это такая парадоксальная довольно мысль, потому что... Потому что... Мне казалось. Это искусство... Это не только не эстетика, а идеи нового искусства. Это не эстетика, а что, еще раз? То есть если искусство только эстетика, только как бы красиво прекрасные работы, это недостаточно. Только эстетика. Но эстетика – это не обязательно красота. Есть эстетика ужасного, эстетика уродливого. Тут много... Да, да. Но все равно... Но это эстетика, а не идеи, не художественные идеи, которые выражаются в искусстве. Но, то есть, вы согласны с такой позицией? Конечно. Конечно. Свободы и эстетики. Да. Да. Так что значит, смотрите, представляется носителями диктатуры? Ну, вдумайтесь, вот эту последнюю фразу. Значит, вот я, допустим, считаю, что у меня какой-то там есть эстетический вкус. Почему я должен представлять обязательно диктатуру? Я не очень это понимаю. Ну, потому что это недостаточно. Это недостаток? Это недостатка. Только эстетика. Конечно, это должны быть хорошие работы. Но там должны быть идеи, мысли, новое понимание и так далее. Ну, хорошо, это не очень, на мой взгляд, как-то проговорено. Может быть, мне надо еще раз перечитать. Потом был большой разбор там у нее вот на тему вот этих... Я не буду любить его. Хорошо, давайте пропустим тогда. А вот мне еще казалось, все, мы уже близки к концу. Значит, мне вот интересно было, вот вы очень любили, а может, и любите сейчас, Аркадия Неделя. Вы несколько интервью с ним взяли, очень интересных. Я вот их читал в свое время еще давно, но его сейчас опять просмотрел кое-что и так далее. Он очень оригинальный, очень такой знающий философ, которого длинная история и все такое прочее. Его, может быть, тут не все знают, но да, там он общался с Деридой даже в свое время и так далее. И вот эта цитата, вот этот фрагмент... Ну, вот здесь просто упоминается, что он написал некий роман. Я его не читал, этот роман. Вы знаете, наверное, о чем речь, да? Да-да, про Ежова, да. Ну, вы знаете, давайте будем говорить о других интервью. О чем вы говорите? О других. Самое главное мое интервью – это с Николаем Ивановичем Харджиным. Это совершенно фантастическое интервью с Харджиным. Оно переведено на все языки. Нет ничего интереснее интервью с Харджиным. Сейчас, одну минуту. Вы говорите про свое собственное интервью с Харджиным? Да-да-да-да. Сейчас, позвольте, я хочу просто докончить. Сейчас перейдем к этому. Я, к сожалению, пропустил ваше интервью с Харджиным. Я просто не в состоянии... Ну, нужно говорить о моем интервью с Харджиным, о моем интервью с Эмой Герштейн, который очень... У меня большое количество интервью с Красновицким, с Кроумом, с Севой Некрасовым. Хорошо. А может, Неделя задам только один вопрос? Не про интервью, а про то, чем он занимается сейчас. Вы знаете, что... Я не хочу это комментировать, чем Аркажа занимается. Окей. Это просто... А вот это, вот это тоже, вот это меня поразила, фотография. Это был наш приятель старый, Проканов. У него даже есть герой Грома. Тоже еще та фигура. Но когда-то мы общались, он к нам приезжал, и это было московское их общение. Ну да, но сейчас он очень такую... Сами знаете, какую позицию Проканов занимает. Ну конечно, конечно. То есть сейчас... Но вот Лилия Вьюгина, с другой стороны, она же очень хороший режиссер. Она делает прекрасные фильмы. Да-да, вот она сделала фильмы Аркжи и все такое. Да-да-да, понятно. Хорошо, тогда давайте я стопше. Я понял, спасибо большое. И вот вы хотели два слова сказать про Аркжиева. Ну и как раз время более-менее. И под... Ну вот это совершенно замечательное интервью с Николаем Ивановичем. В каком году это было? В 91-м. Это «Будущее уже настало» интервью называется. Ага. Называется. Он пишет здесь, он общался с Малевичем, он у Малевича спрашивает. Аркжиев, да. Когда он спрашивает у Малевича, ну, о других художниках, о всяких, с чем они от нас отличаются. Малевич отвечает, отвечает духовным содержанием. Он пишет туда, он был друг Мандельштама и все такое. И он очень интересно пишет. Он пишет, какие главные поэты. Главные поэты, главные поэты, это Требников, Маяковский, Хрущенов. А Мандельштам, он говорит, Мандельштам, он гений, но он не великий поэт. То есть это интервью, как он описывает эту жизнь, Венчаром, Сларионовым, со всем. Это просто невероятное интервью. А это было уже в Германии? Нет, подождите, где он был? В Голландии? В Москве, в Москве. А, это было в Москве, до отъезда еще, да, 91-й год? Да, 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 да. Нет, я приехала в Москву и взяла у него интервью. И он после этого уехал как раз, да. Да, да, но это жуткая история. Жуткая, жуткая история, да. Он хотел к нам приехать в Израиль. Да вы что? Да, у нас есть письма, письма его, вот они будут как раз напечатаны. И он хотел приехать и перевести свою коллекцию, соединить свою коллекцию с коллекцией Миши. И мы обратились к директорам музея, мы все, но мы же не бандиты. Мы не могли сделать то, что... Вот, а директора музея тоже не могли это сделать. Но это вообще, вот это было бы грандиозное явление. Это было бы... А сейчас там половина расхищена, там вся эта история с Малевичем. И в Израиле ничего так и нет, а то бы было... Да, нет, нет, у нас уже много работы с коллекцией Харш-Харшева. Ну, вы имеете в виду первый авангард или что? Да, 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 да. Ну, хорошо, значит, это... Вот это мне надо как-то понимательнее посмотреть. Ну, понятно, да, понятно, хорошо. Почитайте это интервью. Но тут есть интервью с Гольштейном, с Дизой, с Попештейном, с Гершовичем. Ну, с Комаров тоже есть. Да. Да. Ну, вот, понимаете, я просто... Ну, то, что я успел, а тем более, ну, время, да. Все. Хорошо. Ну, Ирина, огромное спасибо. Я более-менее свои вопросы... Вот давайте один последний вопрос. Скажите такую вещь. Как вот этот вот журнал «Зеркало», он коммерчески как-то выходит на самоокупаемость или на прибыльность? Вот это ведь сложно... Вы знаете, нас поддерживают. Мы получаем деньги от Министерства культуры, от муниципалитета и от УТВ. А, здорово. Да, да. То есть это послужается... Да. Ну, главное, есть сайт, он в журнальном зале. И какое-то количество покупают. Раньше мы как-то печатали гораздо больше тиражов, потому что еще одно интернет. Но когда начался интернет, люди больше читают в интернете. Вообще, получается, правительство Израиля к вам очень благосклонно относится. Помните, вот поездка была куда-то в президент-отель в каком-то году, в 12-м как раз, по-моему, что-то такое? Да, да, да нет, все прекрасно, все нормально. То есть все-таки они... Ага. Здесь вообще обстановка очень хорошая. Что? Обстановка в Израиле очень хорошая. Человеческая. Ну, о чем говорите, да. Да. Давайте я вам расскажу анекдот. Анекдот, да, давайте. Да, да, и мы ни о войне, ни о чем не будем говорить, но есть анекдот замечательный. Да. Буш, Путин и Биби приходят к Богу. Да. Буш спрашивает, когда все будут любить Америку, когда все будут относиться к это самое... Бог ему отвечает, будет, но не при твоей каденции. Путин спрашивает, когда в России начнется все будет хорошо, шикарная жизнь, когда все будет хорошо. Бог ему говорит, будет, но не при твоей каденции. Биби спрашивает, когда настанет мир на Ближнем Востоке. Вот Бог отвечает, будет, но не при моей каденции. Да, спасибо. Радостный анекдот. Очень... Да, 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 да. Да, 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 хорошо. Да, хорошо. Вот, ну вот тут есть вопросы, я смотрю, давайте тогда послушаем. Ну вообще уже как бы мы ездили. Да, сейчас короткий вопрос. Давайте тогда, Иосиф, пожалуйста, кратко раз... Да, очень кратко. Как говорится, значит, это... Есть такое, американцы говорят, very impressed, very impressed. I was very impressed. Впечатленный. Я открыл этот журнал, последний номер, и такая вот Дина Гатина. Очень, значит, вы, наверное, это, ну, ваш автор и все такое. И вот я хочу почитать стихи. Это, наверное, самый там авангард, самый, что ни на есть. Это новое говорили, это новые стихи. Поплажу соседу в тапочек говна, в Петербург поеду, словно в Любвина. Вот бы встретить с пьяну прошлое мудло, я б ему по яйцам весело дало. Вот цельная картина, всем роботам пример, все одно едино, как собачий пример, съела шапка вора, а лиса живот, я почти Аврора, скоро пер, ну вот. Вот очень, очень impressed, very impressed. Это как, вам тоже нравится? Ну, это новое стихи, да, это интересно. Прекрасно, да, по-моему, это самое, что ни на есть, авангард. Да, ну, хорошо. Ну, хорошо. Хорошо. Так, все, да, вопросов нет, Ирина тем более устала. Мы уложились почти идеально в час двадцать. Ирина, ну, если вы хотите что-то еще сказать, конечно, но так... Ну, нет, мне кажется, я уже слишком много даже сказала. Ну, вы очень, ну, вот еще один, я надеюсь, короткий вопрос, извините. Вот давайте, Наташа и Сергей. Да, вопрос у меня действительно короткий. Евгений Лобков, один из ваших авторов, это Челябинский, из Челябинска, товарищ, как говорится. Почему он запрещен в Израиле? Кто? Евгений Лобков. Почему он запрещен в Израиле? Ну, я смотрел статью в Википедии о зеркале. Там перечислены, наверное, значит, многие ваши авторы, в том числе Евгений Лобков. Я не помню, естественно. И там есть такое примечание, что запрещено в Израиле с 2010 года. Нет, я не знаю про это ничего. Ну, извините. Ответ ясен, кто не знает, да. Хорошо. Хорошо. Все хорошо, спасибо. Ирина, огромное вам спасибо. Удивительно насыщенно, удивительно информативно. Это надо еще анализировать. А я потом, с вашего позволения, напишу вам письмо с просьбой дать мне кое-какие линки, ну, ссылки на какие-то книги, чтобы вы упоминали, но я не успел записать. Но это отдельная тема. В общем, вы делаете огромное дело, я так понимаю. И это дело будет жить в веках, так сказать, поддерживаю. Спасибо. Спасибо. Всего самого-самого доброго. Спокойной ночи тогда. До свидания. Спасибо. Пока. Спокойной ночи. Хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok